К управлению, допущенной в правительстве области, вручили квалификационные аттестаты представителям управляющих компаний. С декабря прошлого года они сдавали экзамен на профпригодность. В числе отстающих оказались лишь 4 человека. Остальные блеснули знаниями на твердую пятерку и получили заслуженные аттестаты. Подробнее расскажет Анастасия Куклева. 250 управляющих компаний, 100 экзаменационных вопросов и одна единственная цель – лицензия. Без нее с этого года управляющие компании не смогут осуществлять свою деятельность. Чтобы получить лицензию, коммунальщики должны подтвердить свою квалификацию. Для этого им необходимо сдать экзамен, правильно ответив хотя бы на 86 вопросов из 100. Тем, кто с этим заданием справился, сегодня вручили первые квалификационные аттестаты. Награждение проходило в пресс-центре правительства области. В числе лучших оказались 26 представителей разных управляющих компаний региона. Документ о профпригодности им вручила главный жилищный инспектор области. Юлия Абрамова первыми экзаменационными результатами осталась довольна. Руководители организации очень ответственно подошли к экзамену. И как раз результаты, которые они показали, говорят о том, что они готовились. Сказать, что экзамен легкий, я не могу. Он может быть легкий, относительно легкий для тех, кто непосредственно занимается в этой сфере, которые непосредственно осуществляют управление многоквартирными домами. Потому что вопросы, которые предлагаются к решению, которые предлагаются к сдаче, они все связаны с этой сферой. Были среди аттестующихся и отстающие. Они не смогли с первого раза подтвердить свою профпригодность. Таким коммунальщикам предстоит в ближайшее время пересдавать экзамен. К пересдающим присоединятся и те, кто еще не успел подать заявку на аттестацию. А таких в нашем регионе больше ста. Те же управляющие компании, которым сегодня уже вручили аттестат, к 1 мая получат и лицензию.